В эфире служба новостей Саров 24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Месяц самозанятых Саров присоединился к нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Когда починят разрушенное крыльцо? Очередное обращение в городской дозор. Центр внешкольной работы провел турнир по волейболу среди дворовых команд. Далее расскажем обо всем подробно. Саров стал одним из 20 муниципалитетов, в которых реализует проект «Самозанятые». Он включает бесплатные консультации для участников, тренинги и бизнес-игру «Займись делом». Победители получат поддержку в продвижении услуг от Министерства промышленности. Подробности далее. Узнать, как повысить свой доход, найти новых клиентов и не потерять старых. Как обращаться с финансами. Это и многое другое расскажет участникам федерального проекта «Самозанятые». Такой проект реализуется в Сарове впервые. И организаторы надеются, что смогут заинтересовать тех, кто уже имеет небольшой бизнес или ищет новые идеи для его улучшения. Проект включает в себя консультационные услуги для самозанятых по всем вопросам. Например, начало ведения деятельности, как зарегистрироваться, каким образом вести учет своих доходов и расходов, любые правовые аспекты, продвижение деятельности. Участников проекта ждет тренинг по мерам поддержки и генерации бизнес-идеи. Бизнес-игра, по итогам которой самозанятые смогут защитить свой проект и получить поддержку по созданию или модерации сайта. И при желании узнают, как выйти на маркетплейсы. Также будут приглашены интересные спикеры, которые расскажут о секретах успеха в бизнесе. «Мы для тренинга, скорее всего, будем привлекать специалистов из налоговой инспекции, специалистов в сфере государственной поддержки именно самозанятых. Сейчас мы ведем переговоры». Принять участие могут все. От мастеров ногтевого сервиса до рекламщиков. Главный критерий, чтобы годовой доход не превышал 2 миллиона 400 тысяч рублей. Задать все интересующие вопросы и записаться на мероприятие можно по телефону 9-92-63 и 9-92-64. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Евгений Зыбин. Служба новостей, Сарово-24. Крыльцо подъезда разбито, входная дверь проржавела, а все заявки управляющая компания оставляет без ответа. С такой проблемой в рубрику «Городской дозор» обратился житель многоквартирного дома по улице Силкино-4А. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Неглубокие ямы, песок, пыль и мелкие камни – так сейчас выглядит вход в подъезд на улице Силкино-4А. Если летом разбитая бетонная плита особых неудобств жителям дома не доставляет, то зимой все обстоит иначе. Чистить эти ямы сложно и зачастую они покрываются ледяной коркой, ходить по которой порой опасно, рассказал Николай Иванович. Входная группа этого подъезда действительно требует ремонта, но в аварийном состоянии не находится, пояснили в МУП «Центр ЖКХ». В организации есть группа каменщиков и плиточников, которые занимаются аварийными входными группами и ремонтируют их в кратчайшие сроки. Если не успеваем ремонтировать, мы принимаем превентивные меры, то бишь, либо деревянный настил временный с телем, либо, если это плиточное покрытие из крупногабаритной плитки, так называемой тротуарной плитку, просто демонтируем. Да, это какие-то неудобства для жителей, но, по крайней мере, это не ведет к тому, что можно сломать ногу. Ремонт крыльца на улице Силкина относят к плановым работам. Это довольно распространенная проблема для Сарова. К началу зимы отремонтируют 30 таких домов. В прошлом году с привлечением подрядных организаций ремонт входных групп сделали в 38 многоквартирных домах. Для выполнения плановых работ своих ресурсов не хватает, и Центр ЖКХ проводит конкурс, которым выбирает подрядчика. К сожалению, тоже, как и в этом году, например, с первого раза привлечь подрядные организации не получается, то есть на конкурсы никто не заявляется. Вот входные группы мы в сети интернет выставляем третий раз уже. Ну, подрядная организация вроде как бы определилась. Еще раз повторюсь, со следующей недели начнутся работы. Если в вашем подъезде схожая проблема, вы можете оставить заявку в центре ЖКХ, позвонив по номеру единой диспетчерской службы 93333. Сыровчан приглашают принять участие в арктическом диктанте. Он пройдет онлайн 13 и 14 августа. Вопросы будут опубликованы ВКонтакте в официальной группе Всероссийского слета юных туристов. Вопросов 30. За каждый правильный ответ дают по одному баллу. Победителем станет тот, кто правильно ответит на все вопросы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На территории Сарова горения нет. Как сообщает оперативный штаб, продолжают гореть торфяники в Мордовском заповеднике. Из-за этого в городе задымление. Очаги возгорания в заповедной зоне сохраняются. В районе наиболее опасных участков вечером 10 августа запустили встречный пал. Чтобы не допустить новые очаги возгорания, ведется проливка удаленных площадок ядерного центра. В группировке сил и средств потушения пожара сейчас 1192 человека. В их числе силы МЧС, войска Нацгвардии, Рфятсвнеев и города. 109 единиц техники. За 10 августа произведено сбросов воды. Три борта Ил-76-11 сбросов, Бе-201 сброс, четыре борта Ми-8-111 сбросов. Штаб еще раз констатирует, что среди участников ликвидации пожара на территории Сарова погибших и пострадавших нет. Фонтан в сквере на проспекте Мира станет сухим. Так решили саровчане, отдав свой голос за этот вариант концепции реконструкции сквера на проспекте Мира. Подрядчик подберет остальные элементы благоустройства из других проектов так, чтобы они сочетались с окружающей застройкой. И устранит замечания, высказанные в ходе общественных обсуждений. Окончательно проектная документация будет сформирована осенью. В зависимости от ее окончательного вида определят объемы и сроки работ. 12 августа на площади Ленина пройдет сбор помощи для животного городского приемника. Пожертвования можно приносить к 19 часам. Всегда нужны влажный и сухой корм, бытовая химия, мясное детское пюре, одноразовые перчатки, ветеринарные препараты, когтеточки, резиновые игрушки для котят и щенков, древесный наполнитель. По всем вопросам звоните по телефону, который видите на экране. Как долго ждать автобуса? Придет ли он вообще? Все чаще в социальных сетях горожане жалуются на проблемы с общественным транспортом. Действительно ли дело обстоит так, как люди описывают? В час пик наша съемочная группа решила подождать автобус на остановке. Что из этого получилось, расскажем далее. В последнее время жители Сарова часто жалуются на работу у городского транспорта. Автобусы и маршрутки игнорируют расписание, а людям приходится долго стоять на остановке. Иногда время ожидания составляет не только минуты, но и часы. Мы решили узнать у саровчан, как они оценивают работу городского транспорта. Вопрос о транспорте в Сарове поднимался уже не раз. Большой резонанс вызвала недавняя история с автобусом, который совсем не приехал на остановку озера Протяжного, хотя время его прибытия было указано в расписании. Еще одной историей в интернете поделились недовольные пассажиры, которые ждали маршрутку на остановке Павлика Морозова целый час. И подобные проблемы с общественным транспортом в городе не единичны. Вот, например, тройка, что ли, какой-то маршрут, да, по-моему, он вообще снят. Я тут как-то недавно сидела на остановке очень долго, потом позвонила в диспетчерскую, мне сказали, что вообще снят уже этот маршрут. Хотя по расписанию стоит. Ну, в общем, плохо. В городе с транспортом очень плохо, я считаю. Иногда не по графику. Ну, а так, в принципе, ездят хорошо, то есть есть на чем доехать. На маршрутке нормально вроде ходят? На автобусах. На автобусах езжу, честно. В городской администрации нам сообщили, что автобусы отстают от расписания из-за неисправности старой техники и отсутствия дополнительного транспорта. Сейчас на контроле стоит вопрос о том, чтобы обновить автопарк и закупить новые автобусы. Мы решили проверить, приезжают ли городские автобусы к назначенному времени. На остановке по улице Советской мы ждали единицу и четверку. Расписание предварительно проверили по приложению «Умный Саров». Автобусы приходили вовремя или с отставанием на одну-две минуты. На остановке на противоположной стороне транспорт приезжал также по расписанию. Возможно, нам просто повезло или проблемы с транспортом в Сарове остались в прошлом. В любом случае, если вы столкнулись с тем, что нужный вам автобус не пришел по расписанию, вы можете сообщить об этом в департамент городского хозяйства по номеру 97768. Вирусолог предрек россиянам подъем заболеваемости COVID-19. Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести-ФМ» высказал предположение, что, несмотря на явное улучшение эпидемиологической ситуации, число заразившихся снова будет расти к концу сентября. Связано это будет с окончанием отпускного периода. Специалист отметил, что обнадеживать себя на данный момент рано. В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса – йота, летальность которого составляет до 82%, особенно среди людей старше 45 лет. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев, ссылаясь на данные портала репринтов. В беседе с ура.ру он отметил, что штамм передается на 25% быстрее других мутаций. К тому же йота – более патогенный штамм, то есть он может ускользать от иммунного ответа. Пока что врачам мало что известно о новом штамме, остается только наблюдать за его развитием. За минувшие сутки в России выявили 21 571 новый случай заражения коронавирусом. Из них 535 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 18. Из тех, кто госпитализирован, 2 в тяжелом состоянии, 46 в состоянии средней степени тяжести. Еще один саровчанин скончался. Для того, чтобы играть в волейбол, нужно не просто знать правила. Важны регулярные тренировки. Лето – прекрасное время для того, чтобы усовершенствовать свои навыки в этом виде спорта. Во многих дворах установлены площадки, где по вечерам играют и взрослые, и дети. Все, чего они достигли за месяц тренировок, любители волейбола показали во время турнира, организованного Центром внешкольной работы. Вечер на стадионе школы номер 16 выдался активным и спортивным. Кубок нового района по волейболу среди дворовых команд собрал много молодых ребят и даже взрослых мужчин. Перед игрой участники прошли жеребьевку и придумали название команд. Спортсмены бились за то, чтобы попасть в тройку лучших. Поэтому игра была напряженной и жаркой. Я обалдел от такого уровня. Смотрите, как бьются и дети, и взрослые. Как будто профессионалы. Пускай там, конечно, недочетно, но, конечно, красиво играет, хорошо. Вообще просто здорово. Сегодняшняя игра поначалу у нас пошла очень хорошо. Пока еще были силы свежие, мы хорошо влились в эту игру. Но потом немножко подустали, скорее всего. И более молодые ребята нас обыграли, но мы не унываем. Борьба была сложной, все волновались. Но благодаря нашей слаженности и поддержке мы выиграли. Победа никогда не дает слегка. В волейболе, как и в любом другом виде спорта, нужны труд, настойчивость и сила воли. Благодаря регулярным тренировкам в свободное время дворовые команды смогли показать блестящую игру на высоком уровне. Во-первых, бойцовский навык – это, во-вторых, прыгучесть, признаться движения, то есть силу воли, силу рук, чтобы подачу принимать. Я считаю, что эта инициатива очень хорошая, правильная. Нужно привлекать как можно больше народу к спортивным состязаниям, потому что это здоровье нашей нации российской, и я считаю, что это правильное мероприятие. По итогам игры команда победителя получили дипломы и сладкие призы. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками, на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 10 по 15 августа там проходит медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку в течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ, температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело как взрослым, так и детям. Также на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 10 по 15 августа с 10 до 18 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!